Сегодня мы продолжаем разговаривать про готовые варианты под аренду. Уже вышло на моем канале одно видео, которое называется «Лучшая недвижимость в Дубае воды под аренду». И сегодня будет продолжение «Лучшие варианты в центре города». Вообще, нужно сказать, что это два лучших района для аренды. Здесь самое большое количество транзакций по аренде. И такая недвижимость, что в центре города, что в воды, она всегда в цене. Особенность этого района заключается в том, что здесь лучше всего сдаётся в аренду и перепродаётся однушки и студии. Это связано с тем, что семьи предпочитают спальные районы с развитой инфраструктурой, где есть детские площадки, парки, место для прогулок с коляской и так далее. Всего этого нету в бизнес-бее. Поэтому семьи предпочитают... Кстати, у меня тоже есть видео на канале. Оно называется «Лучшие семейные районы Дубай». Посмотрите, там про Крик-Харбор, Дубай-Хиллз и про Шобу как будущий лучший вариант для семейного проживания. Сегодня мы говорим про центр. Особенность центра заключается в том, что здесь здания воткнуты буквально в пустыне. То есть здесь нет никакой инфраструктуры ни зелени, ни парков, ни прогулочных зон. Поэтому проекты, про которые я буду рассказывать сегодня, они выгодно отличаются от других. Именно наличием инфраструктуры и интересных вещей рядом с ними, которые сделают аренду максимально желанной в этом здании и максимально будет легко перепродать. Будет эта недвижимость. Начнем мы с... Да, вот центр города, это Downtown и Business Bay, два этих района. Мы начнем сегодня наш рассказ про готовые здания под аренду с 15th Northside. Это новое здание. Ключи собственникам выдадут в течение одного-двух месяцев. Это здание от компании Sailor Group. И его особенностью заключается в том, что оно находится на соседнем участке от здания Dorchester Collection, от Амнияда. Dorchester Collection, здесь квартиры стартовали по цене от 3,8 миллиона долларов. Это также новое здание, у которого есть своя инфраструктура. Здесь, возле здания, сейчас покажу вам, есть такая марина, где можно взять лодку на прокат и поплавать по каналу. Здесь есть, на первом этаже, это различные кафе, рестораны. Также здесь есть променад. Променад вообще есть вдоль всего канала, но здесь, как бы из-за того, что здесь марина и кафешки, рестораны, именно в этом месте этот променад максимально, как бы, интересный для прогулок. Вот. И буквально вот соседнее здание от этого, Fifteen Snor Sight, от компании Sailor Group. Здесь цены совершенно другие. Здесь можно взять однушку, готовую, за 1,2 миллиона дирхам. Если вы уже начали разбираться в рынке и понимаете, что только что в данном доме за 1,2 практически нет вариантов. Берем какой-нибудь Ахат Residence, там, под 1,5 будет, да, хотя этот дом вообще даже близко, как бы, не может соперничать с этим. В чем, почему я так говорю, в чем преимущество этого дома? Во-первых, он повернут стороной в сторону Бурж-Халифа, то есть у него практически у всех юнитов вид в сторону центра. Бассейн в сторону, так же, с видом на Бурж-Халифа. Вот такой спортзал видовой. Это вид в сторону Дорчестера. Сейчас я покажу. Вот прямо возле этого здания находятся такие плавучие виллы Атамара, что так же, как бы, добавляет интереса к этой локации. Как вы видите, здесь есть зеленые зоны, что тоже редкость для Дубаи. Вот, например, на противоположном берегу нету ни зелени, как бы, ни лавочек, никакой инфраструктуры, ни пирсов, ничего. Это типичный пейзаж в этой локации. То есть это здание выгодно отличается. На подиуме у него будет спортзал под открытым небом, бассейн, который мы уже видели. Само здание, оно, как бы, такое интересное, как состоит из таких кубиков. Так. Хорошо. Также у здания очень выгодна локация, потому что, вот видите, вот это здание, это Дживан. Сейчас я его покажу. Вот. Такое здание в виде подковы. Вот оно, Дживан. То есть прогуливаясь вот здесь по набережной, вы можете наблюдать Дживан, который особенно красиво ночью. Вот так оно переливается. Разными цветами. То есть локация на фоне всего, что есть в даунтауне, она интересная в плане променада, марины, аренды лодки, там для прогулки плавучих этих вилл, кафешек и ресторанов. То есть на фоне всего, что есть в центре города, это один из самых лучших в плане инфраструктуры вариантов. Почему я говорю, что цены здесь очень хорошие? Как я сказал, в Сиднем в Дор 4 стартовали цены на 3,8 миллионов долларов. Но также вот здесь, в этой части, этот район называется Дизайн Дистрикт. Недавно, там, ну как недавно, сегодня, в субботу, 18 марта, запускал здесь лонж Мейдан. И цены были от 1,9 миллионов за однушку. 1,9 миллионов за однушку. При том, что Дизайн Дистрикт, он дальше от центра находится, он как бы идет в сторону Мейдана. Вот, здесь же от 1,2 мы можем взять готовое здание и сразу начать его сдавать. И, как бы, это идеальный вариант под аренду. Вот, всегда берут, новые здания всегда имеют большой приоритет. Само здание, вот это вот, 15th Northside, оно от Марин, от компании Seagroup. Когда вышло здание в 20-м году, когда оно стало доступно для покупки, они прям первым слайдом, видите, подписывали, что от создателей Джимейра, Оливин, Марина Гейт. То есть, вот это здание, оно настолько имело большой успех в 2020-м году, когда оно запустилось, что все следующие проекты, они, компания Seagroup писала, что это от создателей Марина Гейт, как бы. Это, кстати, здание есть в моей предыдущей части, лучшие варианты под аренду воды. Вот, и это мое любимое здание на Марине, как по локации тут удобный подъезд, так по самому фасаду, там оно новое, качественное, лобби, спортзалы, там все, вот это самое лучшее здание для жизни, просто прислушайтесь, если кто-то прямо сейчас себя выбирает. Идеальный подъезд со стороны Media City, без таких пробок, как это всегда бывает на Марине, то есть, это очень-очень хороший вариант. Сейчас говорим про такой же вариант, только в центре города. Вот, то есть, что мы имеем? Здесь в дизайн-дистрикте цены на старте, в новых проектах 1,8 и выше, сосед за 3,8 миллиона долларов, парамал сейчас 1,5 где-то средняя цена, то есть, это здание сейчас у нас есть за 1,2. За 1,2 сейчас номера отельные продаются, которые меньше там по площади, вот, вы не можете, ну там, в одних вы можете жить, в других не можете, но это отельный номер, да, то есть, они дешевле там, в принципе, на старте, да, здесь полноценная квартира, в которую вы можете сдавать, можете жить сами, можете перепродать без проблем, то есть, это очень-очень хорошая цена. Сейчас немного подробнее расскажу про локацию, для тех, кто не ориентируется. Ну, на скидку там полчаса до Дубаймова. Сейчас мы посмотрим. Вот, вот здесь, да, вот сейчас Мирас новую лонжи делает, а наше здание, оно вот здесь находится, на канале, то есть, я считаю, у этого здания расположение лучше. Вот здесь, видите, а вот, вот здесь как раз, прямо рядом с этим зданием, вот аренда, аренда лодок для прогулки. Так, ну хорошо, посчитаем сейчас расстояние. Ну, что-то оно, нет его на карте, ну, давайте от соседнего здания, Бенгати канал, проложить маршрут до... А, вот же, 15-снорсайта должен быть. Вот 15-снорсайта, что-то его сразу не было видно, до Дубаймова. 25 минут пешком показывает. На машине 20 минут, ну, тут уже. Вот, то есть, в принципе, при желании даже пешком можно дойти до... до Бурж-Халифа. Это прямо вот за каналом от него. Так. Вот, кстати, на заставке, вот это здание, кусочек торчит, вот Бурж-Халифа. адрес. Центр города, да? Хорошо. Давайте посмотрим теперь, что там у нас есть. да, у нас есть... очень много квартир в этом здании. Вот на этом слайде я сейчас покажу, какие есть варианты. Мы два года назад покупали лучшие серии с видом на канал. вот здесь только часть, да? То есть, я сейчас просто покажу, что у нас буквально на каждом этаже у нас есть юниты с видом на воду с разных сторон. вот лучшие, как бы, серии. Вот почти на каждом этаже есть хотя бы одна квартира в нашей компании. У нас очень большая компания, у нас работает 500 человек, и когда вышло это здание, мы его прямо очень быстро распродали. Так, хорошо. Давайте посмотрим, по каким ценам. Тоже здесь часть. Я все не сводил. Я там брал одну квартиру на этаже, более-менее видовую. И есть из чего выбрать, поверьте. Если вам надо на этом же этаже чуть-чуть в бок, чуть-чуть в сторону, у нас очень большой выбор есть. Что можно сказать? Здесь квартиры в среднем 60-65 квадратных метров. И вот вы видите от 1,2 есть. От 1,2 это вот эта часть. Сейчас покажу. Вот. Вот эта часть, вот эти вот видовые на канал по 1,2. Под аренду, поверьте, это идеальный вариант. Его заторвут с руками иногда. Ну и чем выше этаж, тем, соответственно, выше цена. и двушки видовые так же, там 2,5. Вот. Почему я говорю, что это идеальный вариант? Вот смотрите, я проводил исследование по аренде. Самое новое здание вот здесь, в этом ряду. получается, вот смотрите, вот здесь 15-star site, здесь ничем не примечательное. Сдано оно было в 2020 году, 3 года назад. Но это с одной из самых новых здесь. Просто не было в этом году, чтобы уже было сдано. и вот посмотрите, за какой здесь сдаются комнаты. Меблированная комната сдаются, ну, это 90 квадратов, не показатель. Да, вот берем такую, как у нас, 65 квадратов. 115 тысяч мы видим вот здесь три варианта, да, в здании 2020 года. То есть, мы можем смело закладывать, что в здании 2023 года, которое имеет более лучшую инфраструктуру, у него более качественный застройщик, да, там, застройщик вообще неизвестный, и EIT-шин Properties ЛТД. То есть, ну, для тех, кто живет в Дубае, SEO-группы EIT-шин это какой-то застройщик неизвестный, то есть, конечно же, они будут выбирать жить в SEO-группе. Вот, и смотрите, да, то есть, мы закладываем, вот, допустим, по вот этой EIT-шин 115 тысяч в год. Service Charge в Houston's Northside 18 за Square Foot. Там получается, примерно 12 тысяч дирхам в год, в зависимости от вашей площади. Итого получается, что мы имеем чистую прибыль 103 тысяч за год. Вот, и это получается окупаемость 11,5 лет, либо же 8,7% ROI за вычетом сервис Charge первые минимум три года можно оценивать. я бы оценивал больше, потому что все цели групп строят очень хорошее здание, и Marina Gate там лучшее здание в своем районе. Я считаю, это будет лучшее здание, здание как минимум на этой стороне бизнес-бэя, как минимум. не считая Dorchester Collection от 4 миллионов долларов. Просто это важный момент, который может не очевиден другим людям, но в целом, как это ни странно, в центре города в нем очень много старых зданий. Вот, например, взять допустим какое-нибудь здание рядом с метро. У него нет никакого ни вида, как бы, оно абсолютно обычное, ну, да, необычного цвета, но у него нет никакой инфраструктуры, у него нет никаких спортзалов с видом там на Бурж-Халиф, у него нет толком нормальной, то есть абсолютно старое здание, ничем не примечательное. И когда просто даже если цена будет выше, да, в новом здании хорошем, люди будут жить в нем, никто не хочет жить в таким, как бы, устаревших зданиях, которых в этой части города огромное количество. Все хотят жить в качестве новом здании, поэтому это здание, оно выгодно отличается на фоне простых вот этих коробочек, которым засыпан центр. Вот, это первый вариант, про который я хотел вам рассказать, а, да, я еще не сказал, планировки. Планировки здесь вообще на любой вкус, из-за того, что у здания вот такая необычная форма, сейчас я покажу, вот, здесь абсолютно разные есть планировки. Вот, например, первый, да, вариант, балкон, выход на балкон со спальни, кухня, студия с living room, да, то есть, вариант такой какой-то необычный, более классический вариант, выход со спальни на балкон и выход со кухни на балкон, при входе кухни, при входе туалет, более, как бы, стандартный, кому не нравится, вот есть такой вариант, выход на балкон из кухни и со спальни, вот, гардероб, то есть, тоже такой более классический вариант, есть более не классический, с такой формой спальни, то есть, у спальни панорамные окна на Дубай канал, при этом у кухни также окна на Дубай канал и балкон, выход на кухню такой маленький и, как бы, кому-то такой вариант больше понравится, но он более не классический, есть классические варианты, как вот этот или вот этот, есть не классический, интересный с панорамными окнами в спальне, вот, то есть, тут и этаж на любой вкус и планировка на любой вкус, огромное, как бы, предложение, так, ну, наверное, нет смысла останавливаться на брошюре, сейчас мы быстро пробежимся, вот так будет выглядеть здание, вот, как бы, расположение, так мы все как бы основное проговорили, мы будем сейчас двигаться дальше, вот, второй вариант пенисула, я уже про нее рассказывал, у меня есть видео на канале, почему я выделяю именно два проекта, ну, оба они, кстати, от ЦВ группы, но это случайно так совпало, просто, это качественная фирма, да, и как раз у нее сейчас будет запускаться два объекта, первый сейчас запускается, через два месяца, пенисула запускается с 2025 по 26 будет введено в эксплуатацию там, шесть зданий, да, почему я останавливаюсь на пенисуле, потому что у нее отличное комьюнити, вот, вот все, что выделено желтым, это будут парки, скамейки, лужайки, беседки, в общем, велосипедные дорожки здесь будут, все подряд, маленький такой Дубай Крик, Харбор в самом сердце города, вот, здесь так же, как и в других проектах в центре, я советую брать однушки студии, студии реально сейчас достать 860 900, однокомнатные миллион двести, миллион триста, да, опять-таки, это очень хорошая цена, если можно сейчас достать с ресейла, у застройщика они дороже уже намного, кстати, Селтгрупп, это один из тех застройщиков, которые никогда не задерживают строительство, никогда, вот, съемка из небоскреба рядом с Пенинсуло, мы видим, что первая уже построена очень-очень-очень, там, на 20 этажей она построена уже, построен ее, как бы, подиум с коммерцией и парковка, то есть первое здание уже почти готово, вот, там, также сейчас, да, я расскажу, ездит в Милон Дэст, очень хороший вариант, в Пенинсуло, ванн, вот, работая планировка с видом на канал, при входе кухня, спальня, выход на балкон, вид на канал, вот, там, высокий этаж, вот, видовая на канал, миллион двести, это очень хорошая цена, вот, такой, очень сложно будет найти, хотел сказать, нигде не найдете, но, у нас, можете найти, вот, хорошо, в Пенинсуле тоже, то есть, если, вот, мы до этого рассматривали, с той стороны канала, от Пенинсула до Бурш-Халифа, там, вообще, еще меньше пешком, сейчас мы, шагомером, замеряем, Пенинсула, ванн, проложить маршрут, до Бурш-Халифа, Бурш-Халифа, вот, все-таки поближе, не знаю, может, конечно, субъективно, но, ну, вот, вот, все, да, эта часть, да, что-то, минут 15, там идти, 20 минут, ну, в общем, эта часть, она поближе к центру, ее важная часть, к Бурш-Халифу, я имею в виду, перед этим мы рассматривали здание, она находилась вот здесь, это же, как бы, на том части берега, берега, где, и Бурш-Халифа, но тут еще важной особенностью, да, метро здесь совсем чуть-чуть, 13 минут, 900 метров, то есть, тут еще более интересно под аренду, потому что вы еще сможете сдавать в аренду людям, у которых нет своего авто, то есть, она не тем, кому важно метро, вот, 13 минут, ну, то есть, это, это очень хорошо по меркам Дубая, вот, то есть, вот два проекта, на которых я вам советую сосредоточиться, да, то есть, если, тут мы видели 115 тысяч, здесь я бы минимум закладывал 130 тысяч на аренду однушки, и тысячи, и миллион двести тысяч, да, такие, это цены, такие, как бы, сейчас, если вот эту квартиру купят, то следующая там идет миллион триста, миллион триста пятьдесят, то есть, в целом, за вычетом сервис-чарш мы получим те же, там, восемь с половиной, там, девять процентов, вот, что бы вам ни говорили, это очень хорошие проценты, всегда, всегда считайте на реальных проектах, вот, смотрите, да, то есть, тут я тоже какие-то подсчеты делал, а, вокруг Пенинсула я смотрел, что только старые, как бы, здания, да, тут на пути к метро, это все старые здания, тут вот есть неприличное здание, вот, называется, Executive Towers, это такой, как бы, район, он выглядит довольно-таки новым, но при этом здание 2010 года, и так здесь все, и когда здесь построится Пенинсула, здесь просто все захотят жить в новом здании, со своими парками, со своей инфраструктурой, вот, разница в этих проектах только в том, что один проект сдается через два месяца, у него не такая крутая локация, хотя она классно по-своему, да, для людей, которые, для которых важно, в начале дня, там, когда они едут на работу, попадают на главные артерии города, минуя, как бы, пробку в центре, эта локация даже будет больше, более привлекательна, потому что, на одной стороне в центре, с другой стороны, чтобы выехать в Мейдан, либо же в сторону Дубай-Хиллз, не обязательно проезжать вот это, здесь, конечно, более центровая локация, но она и более, как бы, будет чаще в пробке стоять, вот, в варианте в Спининсу, вот тут есть метро, здесь метро нету, но, в целом, они оба классные по-своему, да, то есть, под свои цели и задачи, вот, мне все-таки, кажется, что таких вариантов больше у нас нет настолько крутых под аренду, особенно касается этого первого варианта, который уже почти готов по такой цене, то есть, я считаю, что это очень классные варианты, я постарался объяснить, как я мог, почему я так считаю, посчитали мою аренду в новых зданиях, вот, и пришли к цифре 8,7% ROI, это очень хороший ROI, центр всегда будет привлекательный под аренду и под продажу, потому что это деловая активность города, здесь максимальная концентрация людей, капиталов, сделок, вот, и здесь всегда бурлит жизнь, и город расширяется от этой точки в разные стороны, и чем дальше город будет застраиваться в разные стороны, тем будет дорожать центр, но советую вам брать новое здание, чтобы у вас был запас, вот это вот, пока здание максимальное, в спросе, там, вот первые, там, 5-7 лет, вы можете его сдавать, потом перепродать с наценкой, или можете перепродать даже раньше без потерь, если вам вдруг понадобятся деньги, это идеальный вариант под консервативную инвестицию, ну, не такую же консервативную, как бы этот процент, это довольно-таки, он высокий, не в Европе, как бы нигде такой процент выжимать не получится, поэтому, если вас заинтересовали эти варианты, обращайтесь, я вам скину варианты, которые у нас есть, у нас очень большая компания, около 500 человек работает, у нас есть специалисты, которые помогут сдать в аренду вашу квартиру, когда вы ее купите, это отдел вторичного жилья, у нас, мы также можем потом ее перепродать другим людям, которые будут сами жить, или которые тоже хотят под аренду ее, захотят купить, там, через год, через два, когда цены уже будут другие, вы можете перепродать с наценкой, поэтому, обращайтесь, мой телефон будет под видео, всем спасибо за внимание, и хорошего дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!